В четверг, 5 ноября, состоялось заседание Рязанской областной думы. Депутаты поддержали кадровые изменения в правительстве Рязанской области. О них депутатам рассказал губернатор Олег Ковалев. Сегодня я представлю вам, подкорректированную структуру правительства Рязанской области. Она разработана с целью повышения эффективности работы самого правительства. Плюс мы рассматриваем в том числе и значительное сокращение расходов на задержание правительства, на обеспечение его деятельности. Хочу сразу сказать, что и количество зависит от представителя правительства, и численность сотрудников, и в коем мире не будут привлечены, полноучно перераспределяется внутри самую структуру. Таким образом, появляются возможности для того, чтобы прежние приемы работы выполнять тем же составом и более качественно. Я предлагаю на должность первого заместителя представителя правительства области Сергея Алексеевича Самохина. Он будет отвечать за обманный экономический блок, это экономика, финансы, имущественность, бедные отношения, отношения труда, будет Министерство труда и занятости, сфера труда и занятости, и за ним также остаются и вовремя промышленность, весной комплекс и природопространство. У нас будет новый санкред правительства, это Алексей Владимирович Тюменев, который ранее взамен был на должность заместителя руководителя аппарата в течение достаточно длительного времени и проводил правовым управлением, то есть все правовые вопросы были сосредоточены в ее руках. Он грамотный профессиональный специалист, приобрел необходимый правительский опыт, поэтому предлагается на должность заместителя председателя правительства. Он будет курировать все кабельные вопросы в структурном разделении правительства и будет курировать аппарат правительства. В этом году мы расширяем сферу деятельности вместе со строительным комплексом, транспортом, автодорогами и жилищно-коммунального хозяйства, и его подчинением на депроградный сектор, который включает в себя несколько подразделений, начиная от Министерства сельского хозяйства и продовольствия, и заканчивая там службами ветеринарного и транспорта. Таким образом, зона его ответственности значительно увеличится, и поэтому я вношу предложение назначить его первым заместителем председателя правительства. У заместителя председателя правительства и его внешняя компетенция сохраняется, это весь социальный блок, как он и был, так он и остается. Вице-губернатор Сергей Владимирович Филиумов, дополнение к тем направлениям, которые был прежним, будет выигрывать государственную инспекцию по охране и культурному исследованию области и Министерству безопасности. Почему государственная инспекция, мы хотим разделить подчиненность Министерству культуры и туризма, которая занимается непосредственно разработкой охраны золота, от инспекции, которая должна контролировать, то есть инспекция Министерства культурного завестителя в подчинении, как исполнитель, а как контрольный орган, значит, инспекция будет в подчинении Министерства культурного завестителя. И Министерство безопасности – это важная структура сегодня, которая отвечает за правый порядок безопасности, обеспеченность самодействия с самовыми ведомствами. Здесь большое время работы связаны с обеспечением деятельности мировых судей, и требования к обеспечению деятельности повышаются. Второе – это Министерство обеспечивает работу в антитеррористической комиссии, к аденцированным совещаниям, обеспечивает работу в антитеррористической комиссии, обеспечивает работу в антикоррупционной комиссии, и здесь предстоит очень большая работа. Также вот это Министерство должно усилить компоненту административно-технических инспекций и комиссий, с тем, чтобы текущая деятельность всех связывающих субъектов, попадающих в орган административный кодекс и попадающих в орган административных комиссий, координировались более жестко, и в этом направлении есть много проблем, и необходимо улучшить работу. Я хочу просить вас согласовать данное назначение, и уверен, что все данные успешно связываются с его широким форматом обязанностей, максимально реализовывать свой потенциал, и мы готовы дошу согласиться с обвесёнными предложениями. Готовы ответить на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok